Начнем, пожалуй. Я хочу поприветствовать всех уважаемых участников конференции. Илья, к сожалению, ушел готовить обед. Насколько я знаю, он является большим поклонником сериалов. Я надеюсь, что получится тоже сделать такой сериал. На прошлой схемотехнике была первая серия, сейчас вторая серия и будут еще серии. Будет многосерийный доклад. И обычно принято, что в начале каждой серии есть краткое содержание на предыдущей серии. Я надеюсь, что стоит немножко упомянуть, что было на предыдущей серии, а потом перейти к новому содержанию. Я хотел узнать, кто не знает, что такое блендер. Стесняются признаться, ну вот есть одна рука. Салат нарезан. Блендер – это платформа трехмерного редактирования профессионального уровня с открытым кодом. Вот сейчас он стоит на экране. Я запущу тут, пока буду рассказывать. Это платформа трехмерного редактирования профессионального уровня, которая позволяет создавать такие подобные анимационные вещи, ну и, конечно, и более простые. И, что самое главное, она бесплатная и с открытым кодом. То есть, если сравнивать те программные продукты, которые показывал Александр, они все с закрытым кодом и довольно дорогие. Естественно, наш выбор – это блендер. Вы можете загрузить его на сайте.blender.org для всех платформ. Если говорить о том, как учиться блендеру, то нужно набрать в поиске «Blender Guru» для новичков. Будет такой видеоканал. Нет, это реклама. Зайдете здесь на «Blender Guru» и тут уже 365 тысяч подписчиков. Это очень такой уважаемый человек, который создает видеоуроки для блендера. И здесь есть в плейлистах видеоуроки для начинающих, тут, наверное, часов 5. Если все эти уроки так пройти, то можно будет себя чувствовать достаточно уверенно. Какое-то имеет отношение к OSM. Некоторое время назад я создал плагин для блендера. И вот важно сказать, что блендер имеет интерфейс, который позволяет на питоне создавать довольно-таки продвинутые вещи, как, например, вот такой конструктор, конструктор людей. Это плагин для блендера. Такой достаточно развитый интерфейс на питоне позволил мне создать плагин, который импортирует OpenStreetMap в блендер. Каким образом это работает, я покажу. Тоже достаточно просто. Вот Александр упоминал в своем докладе, что все эти средства, они достаточно простые. Там несколько кликов. Ну и здесь тоже достаточно просто. Уже импортированный рельеф, я его удалю. Нажимаем кнопку Select, открывается окно, где мы выбираем нужную область, которую хотим импортировать. Нажимаем скопировать. И затем нажимаем здесь вставить. Она вставляется. Можно сначала импортировать рельеф. Рельеф был закэширован, то есть ранее. Обычно это занимает больше времени, потому что рельеф скачивается там с сервера. Рельеф используется с RTM. Дальше. Ну, я тогда это позднее покажу. Покажу, какие можно было вещи использовать в настоящий момент в текущей версии плагина. Вся Москва в пределах КАД, например. Вся трехмерная. И вот еще Кремль, где он? А, вот Кремль, да, вот он. Вся Москва в пределах КАД. Сан-Франциско с рельефом. Вот это позволяет текущая версия. Каким образом эту версию загрузить? Достаточно ввести в поиске Blender OSM. Ну, здесь любая из ссылок приведет на страницу загрузки. Любая из них. В прошлый раз я говорил, что есть две хорошие новости. Сейчас уже три хорошие новости. Первая новость, что плагин платный. Это позволяет полностью работать над ним, показывать там поддержку и так далее. Вторая новость, что он распространяется под открытые лицензии GPL. И вот третья новость, что есть хороший спрос на OSM, на трехмерный OSM, что пользователи это покупают, готовы за это платить. Я надеюсь, что в следующий раз будет еще и какая-нибудь четвертая хорошая новость. Ну, я подошел к тому моменту, что надо бы предложить какой-то новый продукт покупателям. И здесь, конечно, возникает вопрос добавления текстур и на рельеф, и на сами здания. Это сейчас находится в разработке. Будет там что-то типа премии-версии. Я покажу то, что сейчас удалось получить. Так у нас рельеф скачен. Будет возможность по одному клику загрузить подложку. Это может быть спутник подложка, это может быть любая карта, например, созданная в мапбоксе. Например, загрузим спутнику подложку от мапбокса. Требуется некоторое время, тайлы кэшируются. То есть, если один раз скачал, получилось, загрузили. И можно аналогично скачать для любой растровой подложки. Как я говорил, это может быть и стандартный мапник, это может быть и создано что-то в Map Studio. Ну и дальше посмотрим, что можно сделать с зданиями. Здесь, конечно, выигрышнее всего. На данный момент смотрится Нью-Йорк и вообще вот такие места, где высокие здания. Я покажу тут примеры. Это будет Нью-Йорк. Здесь спутниковая подложка на рельеф и текстуры для фасадов. Смотрится красиво. Я знаю, что многие пользователи Блендера это очень любят и, скорее всего, будут готовы заплатить. Из набора они прикладываются там в произвольном образе. В зависимости от типа здания. Если это стеклянное здание, в котором мы сейчас находимся, фасад стеклянный, значит будет стекло. Я сейчас покажу, кстати, картинку. Это плагин, это что-то? Да-да-да, плагин, конечно. Все автоматически делает. Я покажу вот то, что после запуска отрисовки. Вот такой получается. Стеклянная вставка. И вот так вот. А крышами текстуры, да? На тонный свет? Ну, крышами, да, здесь можно ставить. Есть текстуры, но тут крышами надо еще заняться. Ставить там разные вентиляторы и прочие там антенны и прочее. Чтобы это выглядело еще более привлекательно. Если говорить о зданиях, скажем, такого, те, которые в центре Москвы, в центре европейских городов, в центре Питера, то здесь текстурами хуже. Кроме того, там крыши тоже. Они не плоские. И для этого, пока это находится в работе, я думаю, к какому-то входящему решению я приду. Также я хотел показать, вот я упустил, что еще одна интересная возможность, которую предоставляет Blender. Это экспорт в веб. Веб-страницу. Это, получается, система в системе называется Blend4Web. Я перегружу, чтобы здесь вот логотип этого... То есть мы создали там некоторую сцену в Blender, там может быть анимация, разные интерактивные вещи, и все это можно вот в один клик экспортировать для запуска в веб-странице. При этом там также настраиваются всякие интерактивные вещи, допустим, кликнул по зданию, там открылась другая страница, там и так далее. Пока без текстур. Ну и в заключение хотел бы показать, что у нас получилось с Кремлем. Нет, это я раньше времени. Откроем Кремль. Кремль с наложенными текстурами. Что-то выглядело здесь. Кремль. О question. Это Кремль с наложенными текстурами, но пока без окон, без фасадов. Если мы приблизим, там будет видно, что это кирпич. Здесь штукатурка, там тоже можно приблизить. Крыша железная, металлическая, из листов. Вот видно, да, она из металлических листов, крыша. Черепичная крыша есть у нас с пасской башней. Есть, да, вот черепичная. Ну и запустив рендеринг, получим что-то типа такого. Тут еще добавляются деревья, тоже уже реализована, леса и вообще скопление деревьев. Я надеюсь, что в следующий раз будет, и заметьте, кстати, здесь Москва Золотоглавая, вот с золотым цветом отсвечивают купола. Я надеюсь, что в следующий раз уже будут фасады. Но здесь возникает такая проблема, вот как быть с теми зданиями, у которых нет окон. Какой-то нужен тег или еще как-то можно предложить, может быть предложить какое решение. Если говорить про стены, то здесь можно как-то посчитать, попробовать толщину стены. и если очень узкий объект, обозначенный building, yes, то не прикладывать текстуры для окон. Но как быть с башнями, здесь нет окон, наверное, нужен какой-то тег, что типа окон нету или у вас… Скажите, пожалуйста, как у вас отражение в воде, в башне? Ну, это считает… рендерер, то есть программа, которая рисует, она это считает, создает. Плюс при импорте там вырезаются водяные объекты в рельефе, они вырезаются и к ним прикладывается специальный материал для воды, который имеют отражающие свойства. Это все делается автоматически по одному клику. Ну, если говорить о содержании, возможно, содержания следующей серии, то здесь будут фасады, классические фасады с разными украшениями. Я надеюсь, что это получится реализовать в том или ином виде, приемлемом, но будет уже такая более приятная картинка, полноценная. В заключение также отмечу, что чтобы создать вот такой великолепный вид, не забывайте, пожалуйста, отмечать количество этажей, так, building levels, тип крыши, цвет здания, материал здания, кирпичный, штукатурка, цвет крыши и материал крыши, черепица, желе-металлические листы и так далее. Спасибо за внимание. Вопросы? Пожалуйста. Текущая версия без текстур стоит в долларах 5.90. При этом никаких ограничений, вот Александр говорил, что там можно скачать 2 мегабайта, никаких ограничений, можно, как я показывал, всю Москву загрузить, никаких ограничений. То есть, я не ослышал, что 5.90? 5.90, да. Да. Вопросы? Да. Вопросы?